Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Добавил он, призвав мировое сообщество разрешить сложившийся кризис. Минувшие выходные власти США выделили дополнительные 40 миллионов долларов на помощь перемещенным представителям Рахинджа. Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня захвата заложников в Московском театре на Дубровке. Из более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост», оказавшихся в заложниках чеченского командира Мафсара Бараева, более 125 человек погибли во время штурма. Специалисты и родственники погибших утверждают, что большинство из них скончались в результате применения спецслужбами нервно-паралитического газа, точную формулу которого российские власти до сих пор отказываются назвать. Все 40 боевиков были уничтожены в ходе контртеррористической операции по освобождению театрального здания. Министерство обороны России обвинило военную коалицию под командованием США в том, что та стерла с лица земли сирийский город Рака во время операции по его освобождению от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». В российском ведомстве сравнили вид разрушенной Раки с тем, как выглядел после освобождения от нацистов город Дрезден. На прошлой неделе Совет по расследованию военных преступлений ООН заявила, цитата, о невероятных потерях среди мирных жителей в Ракке. Сирийские активисты утверждают, что при освобождении города погибло от 1100 до почти 2000 человек. В антиигиловской коалиции неоднократно заявляли, что пытаются максимально точно наносить авиаудары по террористическим целям, чтобы не задеть мирное население. В центральной власти Испании сепаратистски настроенные представители правительства Каталонии приготовились вступить в очередную схватку по вопросу об автономном статусе северо-восточного региона. В минувшие выходные в Мадриде объявили о введении в действие 155-й статьи Конституции, которая установит прямое правление центра над Каталонией. Европейские СМИ пишут, что судьба Каталонии будет во многом определена в ближайший четверг, 26 октября, когда в Барселоне пройдет заседание полного состава парламента региона, на котором будет дана оценка последним решением Мадрида. Некоторые аналитики предполагают, что на этом заседании может быть провозглашена независимость Каталонии. Ну что ж, Рома, к этому часу у меня пока все. Пожалуйста, продолжайте. Вопрос о срочных новостях. Игорь, только что агентство Reuters сообщило, что Дирекс Силерсон прибыл с необъявленным до этого визитом в Багдад, где должен провести встречу с местными властями. Будем следить за всеми поступающими сообщениями. Но начинаем мы со скандала, который разразился в эти выходные вокруг британского финансиста и главы инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Сначала стало известно, что России якобы удалось хитростью внести Браудера в список разыскиваемых Интерполом лиц. А потом, чуть ли не случайно, выяснилось, что США также якобы аннулировали визу Браудеру, который не раз выступал в Конгрессе и добился принятия закона Магнитского. Я не случайно использовал слово якобы. В этой истории много непонятного. Попытаемся разобраться вместе с Рафаэлем Саковым. Рафаэль, приветствую. Начнем с России. Все-таки, что она сделала или не сделала? Рома, как стало известно, 22 октября Россия внесла главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу Интерпола, воспользовавшись процедурой, позволяющей членам организации просить о содействии в аресте и экстрадиции другие страны с требованием об экстрадиции, соответственно, минуя генеральный секретариат ведомства, то есть этой организации Интерпола. Это была уже пятая попытка России. Тут еще нужно понимать, что есть различные механизмы того, как ты обращаешься в Интерпол со своей просьбой, соответственно, у этих стран. Россия пыталась до этого объявить Браудера, который, как известно, является одним из инициаторов принятия в США закона Магнитского и выступал еще совсем недавно летом в США как раз на слушаниях в Конгрессе по делу о российском вмешательстве в выборы. То есть очень много, такая большая история связана с Россией и Браудером. И, по словам Браудера, Россия использовала вот эту определенную лазейку в виде запроса по программе распространения международного общества. То есть рассылается автоматически эта информация по странам-членам Интерпола. 192 страны получили, получается, от России вот данный циркуляр. Но это не тот циркуляр, который является красным циркуляром Red Notice, который, как известно, соответственно, 4 предыдущих раза использовала Россия и получала отказ от Интерпола, поскольку признавали вот эти запросы политически мотивированными. Можно я вот тебя уточню, потому что, мне кажется, наши зрители сейчас тоже запутаются в этих циркулярах. Их очень много. Другими словами, Россия разослала эту информацию, но в базе данных Интерпола. Да, получается, без уведомления штаб-квартиры. То есть в центральной схеме, в центральной системе Интерпола этого нет еще. Есть только у каждой страны в отдельности. И при этом, если даже центральная, соответственно, система Интерпола и вообще руководство Интерпола откажется, соответственно, использовать этот циркуляр, то другие страны, они, по сути, могут каждое в отдельности каким-то образом ее использовать. Но при этом есть еще и другой аспект, о котором как раз ты уже сказал. Господин Браудер, который является гражданином Великобритании, через Твиттер написал, что он узнал о том, что Соединенные Штаты отозвали его визу. В интервью нашей программы, мы пообщались перед эфиром, Билл Браудер объяснил, что речь идет об отказе в так называемом статусе Global Entry, который выдается пограничной службой США на 5 лет и позволяет в облегченном виде проходить пограничный контроль при въезде в США. Давайте послушаем, что он сказал. Как выяснилось, я больше не могу въезжать в Соединенные Штаты по программе безвизового въезда, поскольку имевшийся у меня статус был отменен, а в визе отказано. Для меня это выглядит как решение путинских властей, а не американских властей. Я не могу сказать, что это было сделано автоматически. Важнее то, как власти США поступят сейчас, когда к этому приковано большое внимание. Было это какой-то ошибкой или нет? Все-таки, что касается действий Соединенных Штатов, я запутался в этом. Что сделали США? В данном случае пока ничего, по сути. Поскольку, по крайней мере, мы пока об этом не знаем. Мы в Госдепартамент обратились, пока нам не подтвердили информацию о том, что участие господина Браудера в программе безвизового въезда, вот это виза waiver, отменено или приостановлено. Браудер говорит, что он узнал о данном решении от Министерства внутренней безопасности США. Без каких-либо объяснений. Пока, в принципе, от Министерства внутренней безопасности тоже никаких заявлений не было. Судя по всему, вот как говорят юристы, это, возможно, связано с автоматическими действиями, которые вызывают вот это вот обращение через Интерпол, даже разосланное не через центральную систему, а всем странам в отдельности. И власти США могут теперь отказаться от данной меры. В принципе, к этому призывают уже многие и политики, в том числе Майкл Макфол, бывший посол, и дипломаты, и политики, соответственно, бывший посол США в России. Он написал, что это возмутительно, и надо исправить немедленно, чтобы не присоединяться к тем самым кампании Владимира Путина против Браудера, как говорит Макфол. Путин как раз на минувшей неделе, выступая на Валдайском форуме, и отвечая на вопрос о том, что Канада присоединилась к закону Магницкого, соответственно, упомянул главу фонда Hermitage Capital, которому с 2005 года был запрещен въезд в Россию. Давайте послушаем, что сказал Владимир Путин. В Российской Федерации господин Браудер рассужден заочно, а 9 лет лишения свободы. Значит, за вот эти махинации. Почему-то этим никто не занимается. Наша прокуратура неоднократно обращалась уже в компетентные органы Соединенных Штатов. Минюст, прокуратура с просьбой предоставить определенную информацию и вместе поработать. Ответа никакого нет. Просто используется для раздувания какой-то очередной антироссийской истерии. К уже имеющимся обвинениям в мошенничестве российские прокуроры теперь пытаются добавить заявление о том, что якобы Браудер сам причастен к убийству Магницкого с неким неназванным агентом британской разведки Ми-6. В интервью нашей программе Браудер назвал подобные обвинения полностью абсурдными со стороны Москвы. По его словам, это показывает степень огорчения и озлобленности Владимира Путина распространением как самого закона Магницкого, так и деятельностью, собственно, Билла Браудера. Мне показалось весьма ироничным, что Россия, которая отрицала сам факт того, что он был убит, теперь признает фактически, что он был убит, но переводит из стрелки на Браудер. По сути, якобы Браудер и некий агент, они подговорили врачей не оказывать должную помощь, соответственно, Сергею Магницкому. Во что, конечно, понятное дело верится. А ты не единственный, кто общался с Браудером. Только что мне прислали еще одну цитату из общения наших коллег с «Голоса Америки» с Браудером, который заявил, что Россия фактически сделала все, чтобы лишить его возможности путешествовать по миру. Кроме того, он заявил, что в Соединенных Штатах у него были запланированы несколько важных встреч в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы. Спасибо, Рафаэль. Действительно, Уильям Браудер был одним из людей, который как раз высказывался на слушаниях в Сенате и в Палате представителей относительно активности России. Рафаэль Саков и мне только что обсуждали скандал вокруг возможного внесения Билла Браудера в базу данных разыскиваемых лиц Интерполом и возможного лишения его возможности въехать в Соединенные Штаты. Мы будем следить за развитием этой истории. Еще раз повторимся, что ни Госдепартамент, ни Белый дом не отреагировали на эту историю. Впрочем, там сейчас заняты куда более важными темами. Во-первых, российским расследованием. Тут готовятся новые слушания и допросы. А Трамп пообещал соратникам помощь в оплате адвокатских счетов. Во-вторых, противостоянием с критически настроенными СМИ. Андрей Деркачу по всем подробнее. Привет, Рома. Твиттер для Дональда Трампа неотъемлемый инструмент его политики. Если бы не соцсети, я бы не был там, где сейчас, заявил Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox. Кроме того, он сказал, что иногда его твиты заставляют людей делать то, что они должны делать. Кругом столько фейковых СМИ. Также заявляет Трамп, он нападает на них и в своем Твиттере. Во второй раз за последние дни подчеркивает, что 46% респондентов недавнего исследования назвали выдумками нелицеприятной истории про Трампа, публикуемой в либеральной прессе. Интересно, что с Трампом согласен бывший президент Джимми Картер. В интервью New York Times он заявил, что средства массовой информации придираются к Трампу сильнее, чем к другим президентам. Возвращаясь к разговору Трампа с Fox Business, отметим, что затронул ими тему расследования российского дела спецпрокурором Мюллером. В частности, президент заявил, что никто из его адвокатов не предлагал ему поговорить со спецпрокурором на тему сговора с Кремлем. Тем самым он опроверг недавний материал издания «Политика». Никто меня не просил это делать, потому что сговора не было, я вам говорю. Это очевидно. Все эти заседания, встречи, слушания в Сенате. Никто нас не приглашал туда на интервью. Они не обнаружили фактов того, что сговор был. Кстати, Белый дом утверждает, что Трамп решил выложить 430 тысяч долларов из своего собственного кармана, чтобы оплатить часть расходов на адвокатов, представляющих интерес его людей в расследовании. А тем временем Мюллер взялся за Тони Подесту, брата руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Подеста Групп, как и Пол Манафорт, оказывала услуги по политическому консалтингу в Украине и сейчас заподозрена в нарушении закона о регистрации иностранных агентов. Таким образом, расследование Мюллера выходит далеко за рамки российского вмешательства выбора и попутно наталкивается на другие, связанные с политикой правонарушения. А завтра за российское дело вновь возьмется Комитет по разведке Палаты представителей. Члены комитета побеседуют с Брэдом Паскалем, отвечавшим за предвыборную кампанию Трампа в соцсетях. Недавно стало известно, что после победы Паскаль умудрился заработать 94 миллиона долларов. Кроме того, в одном из интервью он заявил, что представители Facebook, Twitter и Google обсуждали с Трампом то, как он может добиться большей эффективности в соцсетях. Еще одну историю продолжает развивать The Hill. Источники издания утверждают, что в 2009 году Кремль организовал кампанию по получению доступа к ближайшему окружению семьи Клинтон. Был даже пойман русский шпион, который по поддельным документам пытался устроиться на работу к одному из доноров демократической партии. Издание отмечает, что как раз в это время Билл Клинтон получил удивительно крупный чек в размере 500 тысяч долларов за речь для одного из российских банков. А Хиллари Клинтон участвовала в работе комиссии, которая передала Росатому контроль за частью урановых месторождений США. Fox News сообщает, что Комитет по надзору Палаты представителей решил поподробнее изучить эту сделку. Издание напоминает, что в момент ее обсуждения фонд Клинтонов получал от русских крупные пожертвования. Член Комитета Рон де Сантис, отвечая на вопрос журналиста Fox News, сказал, что расследование может приобрести криминальный характер. Дональд Трамп не раз в своем твиттере призывал прессу освещать эту историю. И, похоже, неотъемлемый инструмент его политики действительно работает. Рома, тебе слово. Спасибо, Андрей. Завтра, во вторник, Дональд Трамп приедет на Капитолию, чтобы обсудить с законодательными однопартийцами перспективы принятия в обеих палатах сразу трех масштабных законопроектов федерального бюджета, налоговой реформы и реформы здравоохранения. Правда, амбициозные планы осложняются тем, что распределение сторонников и противников этих проектов идет фактически строго по партийному признаку. Республиканцам не удается перетянуть на свою сторону никого из демократов. На Капитолии сейчас работает наш корреспондент Вадим Оленичев. Узнаем у него все подробности. Вадим, приветствую. Тебе слово. Да, Роман, спасибо. Но действительно проблема заключается в том, что конгрессмены пытаются провести, протолкнуть сразу три масштабных проекта. Это реформа здравоохранения, это налоговая реформа и это федеральный бюджет. С реформой здравоохранения сейчас дело обстоит так. Попытки республиканцев отменить так называемый Обама-Керр, который мы знаем как закон о доступном здравоохранении, пока не увенчались успехом. И поэтому администрация Трампа пытается, мы сообщали об этом уже на прошлой неделе, пытается покончить хотя бы с субсидиями малоимущим, которые она считает стоят очень дорого. Это говорит о том, что все граждане, у кого доход не превышает 250% выше уровня бедности официального, эти люди должны лишиться субсидий. С этим как раз категорически не согласны демократы. И поэтому теперь возникла новая версия республиканского билля. Теперь он уже является двухпартийным. Он назван по фамилиям авторов этого биля, сенаторов, Александра и Мюррей. И заключается он в том, что в нем предлагается продлить вот эти самые спорные субсидии до 2019 года включительно, но отменить некоторые спорные пункты Обама-Керр. И вот как раз демократы сразу же на это согласились. И лидер демократов в Сенате Чак Шумер, он только что сообщил, что они готовы за это проголосовать. И призвал своего коллегу лидера республиканцев Митча МакКоннелла немедленно выставить эту версию биля на голосование. На что МакКоннелл сказал, что он это сразу же сделает, как только будет уверен, что президент Трамп подпишет этот биль. И вот здесь, почему такая спешка? Потому что мы видим, что уже реформа здравоохранения не является приоритетом. А республиканцы на Капитолии пытаются побыстрее принять федеральный бюджет на следующий год. На прошлой неделе он был принят сенатом. И вот лидер-спикер палаты представителей Пол Райан, он сказал, что нижняя палата постарается принять его, если не на этой неделе, то хотя бы в начале ноября. И вот здесь мы видим как раз связь, которая наблюдается между бюджетом и между налоговой реформой. У республиканской партии теперь сдвигаются приоритеты, и республиканцы, включая администрацию Трампа, пытаются сделать приоритетом налоговую реформу. Вот сейчас они ей уделяют наибольшее внимание, потому что они считают, что она связана как раз с бюджетом. И вот Трамп, он как раз даже предпочитает говорить о том, что это не реформа налогов, а это урезание налогов. То есть он дает своим рядовым гражданам понять, и особенно своему электорату, что речь идет о том, что весь средний класс экономит на этом деньги. Ну что там предлагается? Там предлагается, во-первых, увеличить обязательный налоговый вычет, так называемый дедакшн, в два раза. То есть действительно, может быть, средний класс от этого выиграет. И, кроме того, самое главное, снизить максимальный налог для корпораций с 35 до 20% сразу. То есть очень масштабное сокращение налогов. И вот с этим как раз демократы совершенно не согласны. Они критикуют этот биль. И вот, в частности, либеральный сайт NC Policy Watch, я сейчас процитирую, он приводит такие цифры, что 67% налоговых льгот пойдут корпорациям и наиболее состоятельным американцам. Они это утверждают. Дефицит бюджета вырастет на полтора триллиона долларов за 10 лет. Medicaid, программа для малоимущих медицинского страхования, будет урезан на триллион долларов. А Medicare, программа страхования для пожилых, почти на 500 миллиардов долларов. То есть совершенно очевидно, видно, что республиканцы сейчас фактически идут ва-банк. Если им не удастся протолкнуть ни реформу здравоохранения, ни налоговую реформу, то тогда они могут на следующих выборах в Конгресс в следующем году потерять сразу несколько, а может быть, даже много кресел. Роман? Да, спасибо, Вадим. Наш парламентский корреспондент Вадим Оленьевичев работает в Конгрессе, наблюдает за дискуссиями о трехвасштабных законопроектах, которые сейчас предстоит продвинуть республиканцам. Вадим, спасибо. В ближайшее же время Конгрессу предстоит решить судьбу иранского ядерного соглашения. Как и в случае с налоговой реформой, реформой здравоохранения, единства среди законодателей нет. Договор в значительной мере приостановил деятельность Ирана в ядерной сфере, но не коснулся целого ряда других острых тем, от иранской ракетной программы до поддержки Тегераном международного терроризма. США выбрали курс, в рамках которого они попытаются обратить внимание на все аспекты деструктивного поведения Ирана, а не только на один аспект. Очень важно, чтобы так же поступило международное сообщество. Некоторые законодатели приветствовали решение президента. Думаю, это было одно из самых худших соглашений, которые я когда-либо видел. И у президента Трампа есть полное право изменить или разорвать его. Ближайшие союзники Америки призывают проявить осторожность. Нам нужно это соглашение. Отказ от него стал бы подарком сторонникам жесткой линии в Иране и первым шагом к будущим войнам. Этот аргумент повторяют влиятельные демократы в Конгрессе. Если вы ослабляете дипломатию, вы повышаете вероятность ненужной войны. Именно этим и занимается президент. Если мы отступим от соглашения, от него отступит и Иран. И чего они потребуют? Увеличение количества центрифуг или возврата их обогащенного урана? Я не хочу возвращать Ирану ничего из этого соглашения. Иран утверждает, что он выполняет соглашение, по крайней мере, на данный момент. Но некоторым республиканцам этого недостаточно. Поэтому с соглашением через 15 лет иранцы смогут обогащать и перерабатывать уран вне зависимости от их поведения. Сторонники соглашения отмечают, что Конгресс уже предоставил инструменты воздействия на Тегеран в тех сферах, которые не охватываются данным договором. Мы наделили президента полномочиями вводить дополнительные санкции против Ирана за его воинственное поведение, за действия в других странах, за нарушение прав человека, за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, касающихся их ракетной программы. Президент должен использовать полномочия для введения санкций, которыми мы его наделили. При бывшем президенте Бараке Обаме в США придерживались соглашения как договоренности исполнительной власти, которая может быть аннулирована, а не как формального договора, связывающего будущие администрации. Для многих республиканцев выход из соглашения был бы уместным использованием полномочий президента Трампа. По мнению многих демократов, такой шаг был бы опасной ошибкой. Обмен любезностями между лидерами США и Северной Кореи достиг своего апогея в сентябре, когда Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил уничтожить Северную Корею, а маленький ракетчик Ким в ответ назвал Трампа ненормальным старикашкой. Выстраивать отношения на фоне горящих мостов становится все тяжелее, однако генерал Мэттис продолжает подчеркивать важность дипломатии. В понедельник на Филиппинах он провел встречи с японским и южнокорейским коллегами. Китай, Россия, Франция, Соединенные Штаты и все международное сообщество требуют донуклеаризации корейского полуострова. На полуострове есть только одно государство с ядерным оружием, и резолюция Совета безопасности ООН довольно четко отражает отношение к этому международного сообщества. Между тем, министр обороны Японии Ицунори Онадера уверен, что существует неизбежная, беспрецедентная угроза со стороны КНДР. В течение года Северная Корея провела серию пусков баллистических ракет, которые показали ее растущую ядерную и ракетную мощь. Необходимо подготовить выверенные и разнообразные ответы на эти широкомасштабные угрозы. Министр не уточнил, какие именно ответы имеются в виду, однако заявил о поддержке Соединенных Штатов, которые не исключают никаких вариантов действий. Филиппины стали первым пунктом в программе восьмидневной поездки Мэттиса по странам Азии. С понедельника по среду он будет участвовать в совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – ОСИАН, после чего намерен посетить Южную Корею, Пакистан и Индию. А вслед за Мэттисом в Азию отправится президент Трамп, чье турне будет включать визит в Китай, от которого США добиваются более активных действий для обуздания ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Прервали молчание. Одни из самых влиятельных женщин в США, американские сенаторы, тоже становились жертвами сексуального насилия. Элизабет Уоррен, Клэр Маккескил, Мэйзи Хероне и Хайди Хэткемп откровенно рассказали о шокирующих случаях давления и домогательства. Законодательницы присоединились таким образом к масштабной кампании, охватившей социальные сети. Используя хэштег «Я тоже», женщины делятся личными историями о том, как против них совершали насилие. Начавшись с нескольких публикаций, Нине этот флешмоб собрал тысячи шокирующих признаний. Сегодня она влиятельный сенатор от демократической партии, тогда начинающий преподаватель в школе права. История почти типичная. Коллега-мужчина, старше по должности, захлопывающаяся дверь его, кабинета. Дальше события развивались и вовсе карикатурно. Это определение самой Элизабет Уоррен. Сенатор вспоминает, сотрудник буквально начал гоняться за ней вокруг стола, пока ей не удалось вырваться из офиса. Сегодня законодательница смело рассказывает эту историю в эфире американского телеканала. Тогда Уоррен лишь смущенно винила себя в том, что сделала что-то не так. Сенаторам Клэр Маккаскел и Мэйзи Херона непристойные предложения поступали на протяжении всей карьеры. А Хайди Хайткам получала угрозы лишь за то, что боролась с домашним насилием. Сотрудник правоохранительных органов ткнул пальцем мне прямо в лицо и сказал, «Слышь ты, мужья всегда будут бить своих жен, и ты не сможешь их остановить». Волна признаний в медиа и социальных сетях началась после того, как десятки женщин обвинили в сексуальном насилии влиятельного продюсера Харви Вайнштейна. Масштаб деяний голливудского гуру оказался воистину шокирующим. Впрочем, о проблеме домогательств в американском обществе говорили и ранее. Среди обвиняемых фигуры сплошь и рядом статусные и властные. Например, многолетний ведущий телеканала Fox News Билл Орейли. Телекомпания уволила звезду эфира из-за повторяющихся случаев сексуальных домогательств. Избежать тюрьмы ему помогли адвокаты и внушительная сумма. New York Times называет сумму, которую Орейли заплатил своей жертве – 32 миллиона долларов отступных. История сексуальных домогательств не обошла и Белый дом президенту Биллу Клинтону после связи с практиканткой Моникой Любински. Она почти что стоила должности, а президента Трампа, минувшей осенью сразу 11 женщин, обвинили в том, что он прикасался к ним и пытался поцеловать против их воли. Тогда еще кандидат-республиканец подобные заявления назвал ложью. Но на фоне скандала вокруг продюсера Вайнштейна, былые обвинения звучат с новой силой. Женщины, которые, по их словам, пострадали от рук главы государства, требуют справедливости и в отношении самого влиятельного человека в США. Дарья Диегуц, Михаил Майсурадзе. Настоящее время Америка, Вашингтон. Теперь о главной европейской теме. В Испании правительство страны в эти выходные приняло решение о применении 155-й статьи Конституции. Она предполагает ограничение автономии Каталони, отстранение местных властей от руководства и назначение новых выборов. Теперь решение правительства еще должно утвердить Сенат. Произойдет это на этой неделе. Как на решение Мадрида отреагировали в Барселоне. И чего ждать дальше, узнаем прямо сейчас у живущей в Барселоне журналистки Надежды Бабковой. Надежда, приветствую. Спасибо, что нашли время, чтобы с нами пообщаться. Все-таки, какой была реакция, что говорят местные власти и местные жители? Местные власти, все заявления мы слышали. Что касается местных жителей, они очень сильно разочарованы. Но предпочитают пока не опускать руки, так или иначе сохранять какой-то энтузиазм в отношении того, что независимость все-таки еще возможна. В частности, в минувшую субботу очень-очень ждали на экстренном выступлении Карлеса Паштимона, президента Генералитата, что все-таки, опять-таки, он объявит о независимости в одностороннем порядке. Это бы не произошло. Теперь от него ждут примерно в субботу, в пятницу в субботу. Но вот, правда, мы знаем сейчас местные СМИ пишут, что все-таки в среду Карлес Паштимон будет выступать в Сенате всей Испании. И, скорее всего, там не будет звучать никаких радикальных решений. А все-таки он, скорее всего, придет опять в очередной раз к диалогу, диалогу, еще раз к диалогу. И в этом смысле, конечно, ожидание всех местных жителей уже совершенно не оправдывается, потому что изначально речь шла про 48 часов после голосования, когда можно было объявить о независимости. Теперь уже прошло много-много дней, уже конец октября, и как-то по-прежнему Боссына не там. При том, что затягивание ситуации не выгодны ни одной из сторон, ни Испании, ни Каталонии. В первую очередь, конечно, Каталония, потому что отсюда мы видим массовый исход компаний, массовый исход туристов, по некоторым данным, до 40%. Вот мне недавно довелось поговорить с ресторатором, у которого основные рестораны находятся в туристической части. Он подтверждает эти числа про 40%, то есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просел твой поток. Отсюда уехали также многие компании, конечно, это важно, банки. Во-вторых, отказались приезжать многие музыкальные группы, которые здесь запланировали концерты. Так или иначе, экономика сильно страдает от происходящего, и вот Каталония всегда комментировала тем, что она приносит в испанскую казну до 20% ВВП. Но сейчас, конечно, уже эти цифры абсолютно не актуальны будут. Ваши местные власти, в смысле каталонские, они как-то так половинчато недообъявили независимость. Но и, по крайней мере, выглядит, что испанские власти тоже, в общем, не рвутся вводить прямое правление и отменять автономию. Да, действительно так, потому что здесь мы сейчас наблюдаем просто за какой-то, можно сказать, партией, когда один блефует, другой, в общем, имея все карты на руках, все-таки хочет так или иначе выглядеть красиво. Но понятно, что сейчас Мадрид действует с позиции силы. Они заручились поддержкой всех европейских институтов, поддержкой, собственно, испанской конституции, поддержкой всего испанского народа, помимо Каталонии. И так или иначе, у них действительно все карты на руках, они вполне в состоянии действовать как можно радикальнее. Дело в том, что просто вся эта нестабильность уже рушит и курс евро, и там испанские гособлигации десятилетние дорожают и так далее. Просто действительно никому не хочется действовать радикально. Тем более, что Испанию, точнее Мадрид, из-за некоторых высказываний уже сравнивали с фашистской, франкистской Испанией именно с 40-х годов прошлого века, когда, например, Карлесу Пишдемону уже пророчили буквально недавно из Мадрида арест и судьбу Юйсаком Пайнса, которую, как мы помним, расстреляли как раз в 1940 году за попытку объявить независимость. Ну, будем надеяться, что ситуация будет спокойной. Благодарю. Надежда Бабкова, живущая в Барселоне, журналистка, рассказала нам, собственно, о том, как в Барселоне было встречено решение испанского правительства все-таки применить 155-ю статью Конституции, которая позволяет ограничить автономию Барселоны и ввести там прямое правление. Надежда, спасибо. Будем оставаться на связи. Продолжим наш эфир. В Вашингтоне прошел 42-й марафон морской пехоты, хотя принять участие в нем может любой желающий. Главное на этих соревнованиях все-таки действующие военнослужащие ветераны, для которых это способ доказать, в первую очередь, себе самим, что жизнь после ранения или войны существует. Второй год подряд марафон преодолела и украинская команда ветеранов антитеррористической организации на востоке у страны. Лизь Бокалец, кстати, тоже решила не ограничиваться ролью лишь наблюдателя, а присоединилась к бегущему. В Вашингтоне еще даже не расцвело, но любители бега уже потихоньку собираются в центре столицы. Через час у них забег. Для нас это прежде всего повод встать с дивана, жить полной жизнью. Мы хотим показать, что после войны жизнь продолжается. С такой целью сюда пришли многие. Этот марафон организовали в первую очередь для ветеранов. И здесь каждый преодолевает дистанцию как может. Бегом, пешком, на протезах, ручных велосипедах. Приходят с собаками, берут с собой детей. Это просто здоровый образ жизни. И хорошо, что мы можем привлечь к нему и детей. Мы с семьей принимаем участие в этом марафоне уже последние 9 лет. Бежим или 10 километров, или все 42. Это старт дистанции в 10 километров. И среди тысяч участников и украинские воины АТО. 10 километров для некоторых – это уже целый марафон. Так что мы готовились, старались, чтобы представить Украину. Я начал бегать где-то полгода назад, а три месяца назад я получил спортивный протез. Так что я только вот это время и мог полноценно готовиться к забегу. Украинская команда принимает участие в марафоне уже второй раз. Шестеро бегут 10 километров, трое – полноценный марафон, и один едет на ручном велосипеде. Привез команду Вадим Свериденко, который на протезах в прошлом году уже преодолел свою первую дистанцию. Самое главное – закончить дистанцию. На этом и концентрирую все свои усилия. Вспоминаю, как тренировались, что говорили тренеры. После традиционного гимна, ровно в 7.55, старт. Смотрите, какая толпа народу! Это 42-й марафон морской пехоты, и он начинается прямо в эту минуту. Забег в 10 километров организаторы сделали практически экскурсионным. Он проходил мимо многих вашингтонских памятников, а закончился недалеко от Арлингтонского кладбища возле мемориала морской пехоты. Юрий Дмитренко добежал сюда чуть больше, чем за час. Кажется, это первые 10 километров в моей жизни. До ранения я тоже столько не бегал. За ним финишировал Александр. Он преодолел 42 километра на ручном велосипеде. Говорит, такого у него дома в Украине нет. Так что готовился к дистанции просто на тренажерах. Я тренировался, но до конца не понимал, какая это нагрузка. А теперь вот буду собирать деньги, чтобы купить вот такой велосипед и принимать участие в соревнованиях. Марафонцы начали финишировать через два с лишним часа после старта. Первый среди мужчин по происхождению киньец, среди женщин американка. Марафон морской пехоты входит в девятку самых массовых забегов в мире. Но его цель – это все-таки не пробежать лучше всех, а показать силу духа. Лисия Бакалец, Андрей Дегтярев, Настоящее время Америка, Вашингтон. В Нью-Йорке прошел 10-й ежегодный независимый фестиваль русскоязычного документального кино. Его главным организатором является старейшее периодическое издание русской диаспоры «Новый журнал». Наш корреспондент Михаил Гудкин и Виктория Купченецкая отправились посмотреть лучшие картины и встретились с их создателями. Более 20 документальных фильмов режиссеров из США, России, Польши, Армении, Латвии, Швеции, Израиля. Главный приз фестиваля достался фильму Веры Кричевской и Михаила Фишмана «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове в российской политике. Настоять не только вашу, но и нашу свободу. Этот фильм не про сегодня, это фильм про то, как мы к сегодня пришли, как мы докатились, если говорить другим языком. В фильме нет закадрового текста, там вообще нас как авторов нету с Мишей. Мы попытались выстроить нарратив, выстроить архив, выстроить разные художественные средства, чтобы пройти этот путь и прийти вот так вот сегодня туда, куда мы пришли. В категории «Фри Уоллд. Свободный мир» был отмечен фильм американского документалиста Джима Брауна и продюсера Дуга Егера о советских рокерах как культурном и политическом явлении. Я убежден, что рок-н-ролл стал одним из факторов, которые способствовали падению Советской империи. И фильмы вы видели. Горбачев поддерживал эту идею, Джимми Картер ее поддерживал и бывший генерал КГБ Олег Калугин. Мы делали фильм 12 лет, и эти интервью мы взяли уже к концу съемок. Эти люди в первый раз говорили о том, что западная культура ослабляла коммунистическую систему. В этом году в фестивальной программе акцент был сделан на социально-политические работы. Это доказывает только то, что вся мировая кинодокументалистика повернула в сторону социальной проблематики. Ну, стоит об этом задуматься. И не только документалистам. Фестиваль остался верен в своей десятилетней традиции – рассказывать истории русскоязычной диаспоры. Одна такая замечательная история – фильм «Фотография на память» – портрет балетного критика и фотографа Нины Алаверт. Когда один из ее друзей, Михаил Барышников, остался на Западе, из Нью-Йорка ей позвонил танцор и хореограф Александр Минц. Шел 1974 год. Разговоры из-за границы прослушивала КГБ. Я говорю, пожалуйста, передай Мише, что мы его любим, что мы его, так сказать, не предали. Пауза. И Саша мне говорит, ну подожди минутку. И берет руку Миша. Режиссер фильма Эдуард Старосельский, давно живущий в Нью-Йорке, надеется, что фильм будет показан и в России. Однако у него есть сомнения. Нина – человек откровенный. Ей нечего скрывать, некого бояться. Тем она замечательная и даже прекрасная. И поэтому я боюсь, что там могут возникнуть какие-то припоны с контекстом. Несколько режиссеров из России не смогли получить визы для участия в фестивале. Нью-Йоркские политики фестиваль полностью поддерживают. Из-за того, что происходит между правительствами наших стран, сегодня особенно важно продолжать проекты, которые показывают многоплановость наших культур. Этот фестиваль стал в Нью-Йорке традицией. И нам уже интересно, какие же фильмы покажут на следующем. Один из них фестиваля. Виктория Копченецкая, Михаил Гудкин, Сергей Гусев, Майкл Эккелс. Специально для настоящего времени Америка из Нью-Йорка. Через несколько недель после того, как ураган Марии обрушился на Пуэрто-Рико, проливные дожди и наводнения не только препятствуют восстановительным работам, но и угрожают островитянам новыми бедами. Медики предупреждают, что отсутствие чистой воды может привести к вспышкам бактериальных заболеваний. Специалисты на борту корабля ВМФ США «Комфорт» хорошо знакомы с угрозой, которую несут природные катастрофы. Наши эпидемиологи всегда предупреждают о возможной вспышке заболеваний, связанных с отсутствием чистой воды. Это происходит через 2-3 недели после катастрофы, когда инфраструктура разрушена и отдел общественного здравоохранения не работоспособен. Местные врачи не сталкивались с проблемами такого масштаба. Меня беспокоят возможности эпидемий. У огромного количества людей всё ещё нет питьевой воды. В центральной части острова люди пользуются водой из рек, моются в реке. И сценарий прост. Если я купаюсь в реке, вверх по течению, а ниже по течению вы пьёте эту воду, то вы подвергаете себя риску возникновения многочисленных заболеваний. Особое беспокойство вызывают такие заразные бактериальные инфекции, как лептоспироз и конъюнктивит, а также болезни, связанные с загрязнённой водой – холера, тиф или дизентерия. Нам нужно повестить население о необходимых мерах предосторожности. Простые вещи – мойте руки, не пейте речную воду. И даже если у вас есть вода из городского водопровода, вам нужно кипятить эту воду. Такие элементарные вещи. И да, не ходите босиком. Пока ясно одно – местные и федеральные власти должны ускорить работу по обеспечению чистой водой жителей отдалённых районов. А в городах – расчищать завалы мусора и обломков, в которых прячутся крысы и другие животные-разносчики опасных заболеваний. Это будет ещё продолжаться несколько месяцев. А мы, как страна, как остров, должны быть к этому готовы. Не расслабляться, а работать для пуэрториканцев и их здоровья. Издание «Верайте» опубликовало список самых, внимание, неприбыльных актёров за последние 37 лет. И он, надо сказать, многих удивил. Кто и почему возглавил этот список, знает Карин Бафраджан. Карина. Привет, Рома. В первую тройку попали не просто известные актёры Голливуда, а одни из самых известных актёров мира. На первом месте оказался Брэд Питт. Фильмы с этим актёром собирают в среднем 10 центов на каждый потраченный доллар. Вторым стал Джонни Депп, у него 20 центов, а бронза достал Сью Джекману 25 центов. Такие цифры можно объяснить тем, что актёры снимаются не только в блокбастерах, которые, впрочем, тоже часто проваливаются в прокате, но и в независимом кино с небольшим бюджетом. Такие фильмы крайне редко собирают большую кассу. Теперь к другим новостям. Вчера в Лос-Анджелесе Джордж Клуни представил свою новую режиссёрскую работу – чёрную комедию «Субурбикон». Поддержать Клуни приехала его жена Амаль Клуни. «Субурбикон» – история обычной американской семьи, которая переживает вторжение в их мирную жизнь. Это событие заставляет главных героев пойти на шантаж, месть и предательство. Сценарий был написан братьями Коэн в 1986 году. И на главную роль они как раз собирали взять Клуни. В фильме, снятом спустя 30 лет, Клуни в кадре заменил Мэтт Дэймон. Актёр посетил премьеру вместе с Джулианой Мур, которая также сыграла одну из главных ролей. И актёры, и режиссёр больше говорили с журналистами о голливудских скандалах, связанных с сексуальными домогательствами, нежели о самом фильме. «Эта проблема существует не только в Голливуде. Она везде, и мы все об этом знаем. Мы должны добиться, чтобы женщины не боялись говорить о таких вещах. А виновные в этом мужчины должны знать, что это не сойдёт им с рук». В кинотеатрах показ «Субурбикона» начнётся уже на этой неделе. Теперь к новостям из мира музыки. Джастин Тимберлейк подтвердил слухи о своём концертном выступлении в перерыве «Супербоул» финального матча Национальной футбольной лиги. В прошлый раз артист был хедлайнером финала НФЛ вместе с Джанет Джексон, но тогда их выступление закончилось скандалом. Джастин якобы случайно сорвал с певицы часть костюма. 52-й «Супербол» пройдёт 4 февраля в Миннеаполисе. Эван Макрегор расстался со своей женой после 22 лет брака. Представитель актёра подтвердил эту информацию после того, как папарацци застали Макрегора за поцелуем с его коллегой по сериалу «Парго» Мэри Элизабет Уинстед. Ещё весной Эван покинул семейный особняк и, по всей видимости, сразу же окунулся в новые отношения. Пара воспитывает четверых дочерей, одна из которых приёмная. Что касается новой избранницы Эвана, Мэри Элизабет расстался со своим супругом, прожил с ним в браке 7 лет. Вот такие вот страсти в Голливуде. Роман, тебе слово. Знаменитая рубрика «Карина Бафраджан. Как тяжело жизнь со знаменитостью». Спасибо, Карина. Вы смотрите проект «Настоящее время. Америка». Прямой эфир из Вашингтона и Нью-Йорка на канале «Настоящее время». Смотрите нас в кабельных сетях в ваших странах в Европе через спутник бесплатно. Вся информация доступна на нашем сайте currenttime.tv. Там же круглосуточный прямой эфир из любой точки мира. Конечно, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. На следующие 15 минут мы передаем слово нашим коллегам в Нью-Йорке. Проекту «Время. Деньги» Борис Эфертвой. Спасибо, Роман. Здравствуйте. В эфире проект «Время. Деньги». Новости экономики и бизнеса из финансовой столицы мира. В студии «Настоящее время» в Нью-Йорке Борис Кольцов. Коротко о главном. Победа Синза Абе на досрочных выборах в Японии вдохновила мировые рынки. Гонконг остался в стороне. Тесла из Китая. Где компания Илона Маска договорилась построить новый завод. И стартап, предлагающий новый способ раннего оповещения о сейсмической активности, набирает популярность в Мексике. В Азии токийский индекс Никей вырос более чем на процент после победы действующего премьер-министра Синза Абе на досрочных выборах. А также на фоне растущего к другим мировым валютам доллара. Зато фондовый рынок Гонконга сегодня снизился более чем на полпроцента вслед за акциями банков и компаний-застройщиков на фоне беспокойства по поводу замедления экономического роста в Китае. Индекс «Шанхай-Композит» вырос всего на 0,11%. В Европе позитивные отчеты компаний перевесили возобновившуюся напряженность вокруг Каталонии. Правда, Лондон закрылся всего на 0,02% в плюсе. Париж на четверть процента в зеленой зоне, а германский индекс «ДАКС», хоть и вырос всего на 0,09%, успел закрепиться на рекордной отметке выше 13 тысяч пунктов. Я думаю, что 13 тысяч пунктов, безусловно, являются уровнем сопротивления. Мы уже прошли этот уровень, и настроение сейчас хорошее, потому что глобальная экономика восстанавливается. В США снижают налог на наследство, инфляция сейчас низкая, поэтому условия для роста акций хорошие. С другой стороны, не надо забывать про Каталонию и ЕЦБ, которые хотят несколько ужесточить политику на этой неделе. Так что никаких чудес на фондовых рынках ожидать не приходится. В США инвесторы ведут себя сегодня осторожно. «Долл Джонс» сейчас находится всего на 0,02% в плюсе, S&P 500 на 0,09% в минусе и NASDAQ в минусе на четверть процента. Со мной в студии финансовый аналитик Сергей Глазырин. Сергей, привет! Спасибо, что нашел для нас время. Скажи, пожалуйста, это такая передышка у рынка сейчас, или есть какие-то более серьезные причины, почему он не растет, как мы уже привыкли за прошлую неделю? Да, привет, Борис. Действительно, на прошлой неделе каждый день рынок рос, и каждый день обновлялись новые максимумы на рынке. Если мы посмотрим на сезон отчетностей, то по данным FactSet, по итогам прошлой недели, 17% компаний уже отчитались, и на этой неделе отчитается примерно треть компаний. По итогам закрытия этой недели примерно треть компаний уже отчитается. Так вот, по прошлой неделе 76% компаний побили ожидания по прибыли, и 72% побили ожидания по выручке. То есть это очень хороший результат, и благодаря чему рынки обновили максимумы и продолжили свой рост. Безусловно, для того, чтобы продолжать расти дальше, рынку необходима небольшая передышка, и нельзя же так каждый день расти. А есть какие-то отчеты на этой неделе, которые ожидаются, которые могут спровоцировать следующую волну роста? То есть на этой неделе из крупных компаний отчитываются 3M, Caterpillar, Boeing, Amazon, Alphabet, Comcast, Twitter. То есть все эти компании достаточно крупные, и они занимают большую часть тех или иных индексов, и поэтому от их отчетов, безусловно, будет зависеть поведение рынка. Но еще сегодня, что интересно отметить, из таких крупных компаний General Electric упала на 5% после того, как отчет по прибыли компании оказалась ниже, чем ожидания аналитиков. И кроме того, многие из аналитиков сейчас ждут того, что в ноябре они понизят дивиденды. То есть это достаточно негативный сигнал для инвесторов. И также производитель игрушек Hasbro сильно упал на 9%, потому что они предупредили о том, что в праздничный сезон продажи могут оказаться достаточно слабыми из-за банкротства компании Toys R Us. Понятно. Хочу все-таки немножко успеть поговорить про биткоин, который в течение выходных очередной рекорд побил, поднялся выше отметки 6100 долларов за один биткоин. Вот сейчас он немножко опустился до примерно 5900. Чего ожидать вообще? Следует ли ждать дальнейшего такого мощного роста, либо он так и будет держаться в пределах 6 или опускаться? Такие точные прогнозы давать сложно. Мы вот видели сегодня на CNBC принц из Саудовской Аравии ругал биткоин и говорил, что он несомненно обвалится в какой-то момент, объясняя это тем, что валюта не обеспечена ничем, никем не контролируется. Вообще фундаментально, если посмотреть, до этого биткоин это была уникальная криптовалюта, других валют было мало, и поэтому она так сильно выросла. А сейчас конкуренция на рынке выросла, достаточно много разных валют, и поэтому уникальность теряет смысл, и в какой-то момент действительно, я думаю, цена пойдет ниже. Интересно, в какой. Хорошо, спасибо большое. С нами был один из наших постоянных экспертов Сергей Глазерин, а мы продолжаем. И сейчас подробнее о последствиях убедительной победы премьер-министра Японии Синзаабы на досрочных выборах, которая вдохновила не только местных игроков, но и мировые рынки в целом. Программа экономических реформ, получившая название «Абеномика», определенно приносит дивиденды. Однако на улицах страны восходящего солнца мнения разделились. Я думаю, что «Абе» использует грязные маневры, что неподобающе для японского лидера. Я не понимаю, почему мы должны выбирать другого лидера, когда мы видим достижения «Абе», включая стабильные и надежные фондовые рынки. Тем не менее, среди инвесторов доминирует позитивное отношение к происходящему. Индекс Нике сегодня достиг 20-летнего максимума и подтолкнул к рекордному росту другие мировые индексы. Коалиция премьера «Абе» сохранила свои две трети супербольшинства в Нижней Палате, заверив инвесторов в том, что его реформы «Абономики» продолжатся, включая благоприятную денежно-кредитную политику Банка Японии, которая привела к тому, что более слабая иена играет на руку отечественным экспортерам. В экономике, где наблюдаются такие низкие уровни роста, в том числе заработной платы и инфляции в течение стольких лет, я думаю, что больше стимулов и более либеральная денежно-кредитная политика, по-видимому, является последним вариантом, и особенно, когда видны признаки того, что это работает. Когда я думаю о японском фондовом рынке, я вспоминаю хите 80-х годов «Big in Japan». В Японии, похоже, сейчас началась эпоха возрождения. Негативные экономические ожидания, которые мы наблюдали в течение 10 лет, постепенно исчезают. Налицо стабильность исполнительной власти. В Восточной Азии чувствует себя очень хорошо. Восточный фондовый рынок имеет хороший потенциал для роста. Ни один развитый фондовый рынок не находится так далеко от своих исторических максимумов, как японский. Теперь про экономику другого восточного гиганта. Несмотря на закрытие десятков тысяч заводов в борьбе за синее небо над головой, официальные лица страны настаивают, что Китаю удается сохранять целевые темпы роста. С подробностями Ольга Логинова. Китайское экономическое чудо продолжается. Несмотря на кампанию по борьбе со смогом, в результате которой закрылись десятки тысяч заводов и производств по всей Поднебесной, темп роста экономики в первой половине этого года достиг 6,9%, а в третьем квартале снизился лишь на одну десятую. В прошлом году китайские экономисты били тревогу. Ведь впервые за 26 лет темп роста опустился до 6,7%. Китайская экономика стабильна. Мы наблюдаем поступательное развитие. Мы ожидаем, что в этом году Китай, наша экономика догонит и даже перегонит целевой прогноз в 6,5%. В прошлом году Министерство окружающей среды направило инспекторов с проверкой в 10 индустриальных провинций, в результате чего более 80 тысяч фабрик и заводов были оштрафованы и получили выговоры. Многие руководители получили повестки в суд за нарушение установленных норм. 28 городов в самых загрязненных регионах Китая обязаны снизить выбросы частиц PM2.5 по крайней мере на 15% до марта следующего года. Также некоторые города обязаны сократить грязное сталинолитейное производство как минимум на 50%. Целые индустриальные регионы Китая приостановили работу, а производство было перенесено в Индию и Бангладеш. Жители регионов впервые за долгое время увидели над головой «синее небо», передает НПР. Однако даже массовая приостановка производства не помешала росту экономики. Конечно, наша кампания по контролю загрязнения воздуха и ограничению вредных производств не может отразиться на экономике. Но когда мы смотрим на картину в целом, борьба за чистое небо важна для развития и усовершенствования нашей экологии. Нам надо продолжать следить за тем, чтобы борьба с загрязнением не имела негативных последствий для экономики. Экономика Китая продолжает удивлять мировые рынки и инвесторов стабильным ростом за счет спроса на китайскую сталь со стороны Европы и США. Однако стоит добавить, что именно сталинолитейная отрасль – одна из главных причин загрязнения окружающей среды Поднебесной. Американские электромобили Тесла тем временем будут собирать еще как раз и в Китае. Илон Маск договорился с китайскими властями о строительстве нового завода в свободной экономической зоне Шанхай. Тесла – первый западный автопроизводитель, которому удалось договориться о строительстве на 100% собственного производства на территории Поднебесной. До сих пор Китай требовал обязательного создания совместных предприятий с местными игроками. Сейчас правительство Поднебесной разрешило зарубежным автопроизводителям размещать свое производство на территории свободных экономических зон, для того, чтобы увеличить выпуск электромобилей и авто с гибридными двигателями. На сегодняшний момент Китай – это крупнейший в мире рынок электромобилей. Только за последние полгода, по данным издания «Дебел», в стране было продано 180 тысяч электрокаров. После двух разрушительных землетрясений в Мексике набирает популярность приложение по раннему оповещению о сейсмической активности. Приложение было разработано стартапом Sky Alert, и после сентябрьских событий, унесших в жизни более 480 человек, функция раннего оповещения стала самым закачиваемым приложением в Мексике. Сейчас Sky Alert пользуются почти 6 миллионов человек. Разработчики приложения активно сотрудничают с малым бизнесом и в настоящее время ведут переговоры о расширении зоны покрытия сенсоров на Колумбию, Перу и Чили. Для роста бизнеса компания планирует привлечь 100 миллионов песо, чуть менее 5,5 миллионов долларов. Без сомнения, частые землетрясения и их последствия в прошлом месяце сделали нас более привлекательными для инвесторов из Мексики и за границей. Мы почти завершили инвестиционный раунд дома и планируем выйти на международный рынок уже в 2018 году. Среди инвесторов, заинтересовавшихся приложением, два мексиканских фонда и американская компания American Messaging, которая пока не прокомментировала свое участие. Несмотря на оптимистичное настроение учредителей Sky Alert, инвестирование в компанию продвигается с трудом, так как мексиканское законодательство запрещает частным компаниям, разрабатывающим приложение раннего оповещения, получать деньги из бюджета. Главный конкурент Sky Alert на рынке — система оповещения от CIRES, которую напрямую финансирует правительство Мексики. Принцип работы системы отличается. Если CIRES оповещает о надвигающемся землетрясении через сирены, установленной по всему Мехико-Сити, Sky Alert работает через мобильный телефон. Разработчики Sky Alert, тем не менее, уверены, что инвестиционный раунд пройдет успешно, ведь их система уникальна. Единственное приложение, похожее на Sky Alert, есть только в Японии. Японский аналог называется Yurikuru Call. Там приложение сотрудничает с государственными сейсмологами и получает деньги из бюджета. Япония — единственная страна, где есть похожая система оповещения. Там есть приложения, и государственные, и частные. И они мирно сосуществуют, ведь самое главное, чтобы пользователи своевременно получили всю необходимую информацию. На сегодня у нас все, завтра продолжим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok